Выставка, которую вы сейчас видите на своих экранах, называется «Архидети». На ней представлены работы воспитанников архитектурно-художественного отделения детской школы искусств. И хотя такая экспозиция проходит в стенах художественной галереи ежегодно, эта выставка особенная. В год 45-летия детской школы искусств ребята и преподаватели стали триумфаторами международного архитектурного фестиваля «Зодчество». Самым молодым лауреатам чуть больше десяти, но они уже успели зарекомендовать себя как изобретательные и аккуратные мастера. Шестиклассница Алена Царькова представила на суд жюри трехмерный макет часов, выполненный в готическом стиле. Сначала мы выбирали стиль, потом делали рамки, потом здание, график расписывали, потом выбирали часы и затем часы делали объемными. Другой ученик детской школы искусств Александр Макаров решил совместить изобразительное творчество и архитектурные элементы. В его жирафе безошибочно угадываются знаменитые соборы Западной Европы времен Средневековья. А самый яркий образ – круглый витраж. Его еще называют готической розой. Мальчик почти интуитивно вписал в виде цветка, который архизверь держит в зубах. Как рассказал папа Александр, свой талант парень унаследовал от дедушки. Я ее рисовал примерно месяц. Самое сложное – это были. Это был самый жираф и эти розы. Преподаватель Людмила Самойлова не скрывает гордости за своих воспитанников. Она посвятила работе с детьми много лет и уверена, что успех каждого ребенка складывается из двух составляющих – усердной работы и качество, которое присуще только настоящим художникам. Конечно, желание творить – это впереди. Помощь взрослого, она помогает быть уверенным в своих силах. Научить, просто научить, можно какую-то механическую работу. А вот без желания, конечно, такого результата не получить. Отличный результат показали и старшие воспитанники архитектурно-художественного отделения. За проект музейно-выставочного комплекса «Панорама» Дарья Токтарова была удостоена звания лауреата. А Константин Степанов и Александр Благовай получили дипломы Союза архитекторов России. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.